меня зовут алибек я с ташкента сегодня вышел на рыбалку как сегодня видите погода хорошая солнечные на солнечные замечательные и решил выйти на рыбалку и применить свои навыки что сегодня попадется вот решил сегодня прикормку из чеснока черви хлеб с какао смешано и перловка с укропом вы нацелились на карася да на карася но вы знаете что в этом речке а то водит только карась или другие ведь рыб не здесь в речка она богатая здесь водится сазан карп нет нет ловится тоже толстолобики беломор вся какая есть рыба и здесь она и же есть это источник еще здесь рыба такая вкусная да очень я люблю здесь рыбу ловить ее жарить ну не знаем а возможно вода наверно возможно за чистой воды из-за возможно богатые и какие-то минералы из-за этого но видимо что растительность много да 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 внутри и как бы прозрачно и все время течет да но не стоячая вода я слышал много раз маринка что здесь но я еще не разным не поймал ее да но карась сазан я здесь много раз ловил и и бывало тоже беломора на полтора килограмма за да 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 смотришь как бы здесь рыбы нет да есть здесь такие места где нужно понимать что некоторых местах есть такая тина и возле и есть темнота небольшая такая вот там водится особенно крупняк да а есть вот так в средине дня вот тогда когда солнце уже вышло высоко она плохо идет плохо клюет она прячется да возможно она прячется и клев нам на пару часов вот так перестает клевать немножко еще подождать может возможно еще будет наши рыбаки всегда интересуется да вот куда нам идти вот вот уже зима заканчивается последние недели и начала рыбной охоты уже начинается как бы потепление идет ну как бы рыба просыпается в это время рыбаки новички куда им идти и где что какую рыбу ловить ну честно говоря в этот в такой сезон начало начало февраля и середина февраля такое время я обычно иду или сюда вот ташморе вот такие речки где есть вода и чистая вода не стоячая вода или я иду я ламу там есть такие заводы вот там есть тоже рыба водится вот в таких местах рыба есть где она быстрее как сказать вода закрывается вот там есть рыба где течение там рыбы да есть течение рыбы есть постоянно но нужно знать где это место если есть если очень грязные глинистая вода но это будет сложновато поймать рыбу зовут зуфар любители рыболов с детства с пяти лет рыбалка это хорошо с пяти лет до детства отец меня учил приучил как видите пользуемся стандартными снастями мало кто пользуется скользящая снастка бомбарда сберу лина в основном используется на хищника и на более мелкой рыбу расскажите зрителям новичкам что-то ведь интересно вот скользящий у тебя так если говорить о самой снасти да какая мы едите вантаж или как используется любая толстая леска в моем случае это плетенка потому что она более крепче не порвется также используйте стопорки чтобы при ударе не разбивать узел если вы его будете разбивать то она слетит это снасть на слетим а так желательно использовать от 3 грамм как видите здесь написано 5 грамм тесто 5 грамм до 5 грамм и начали от 3 до 5 на 3 губку и выше там уже дальше забросы делать больше приманки до 3 граммов да то есть это сам поплавок скользящий это в основном немцы на форелевых рыбалках используют замечал у нас мало кто аудились какая уделяющая да она чувствительная тест не знаю какой потому что это как видите она самодельная получается уже переделанная под себя когда подтягивает там когда она чувствуешь она чувствительная легкая удобная удочка по катушке можем да да незаметно даже и легче по катушке стилман трехтысячная двухтысячный не было пришлось трехтысячный бред а так оборотится удобная леска 025 не слишком толстая она достаточно хватает устойчивая да 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 леска комфортно нет в основном также уже испорт подойдем поводку поводок желательно использовать длинный причина тому рыба боится может испугаться вот этого поплавка плюс-минус длина более метра использую всегда можно брать ставить пару крючков 3-4 как вам удобно но комфортно всего используют именно с одним крючком работать до больше зацепи больше проблем так все крючки зависит от размера рыбы на данный момент у меня шестерка коматсу шестерка точно не помню а так вот простейшая снастая да только что поставь корейский японский корейский корейский да так у нас апарши да сейчас используют пока что апарша может на червя перейдем тоже вот выехали январь погода холодная была вот теперь потеплее стало воскресенье давай рванули все ноябре уже возвращайся ну соскучился да да февраль марта уже там пойдет ну там служил там там же нельзя рыбачь там надо родина хранит да 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 давай начинай сколько я занимаюсь рыбалкой вот я не видел то что кто-то здешних ловил именно бомбардой но есть некоторые люди это не так у нас распространено у нас тоже развивается есть в этом направлении кто занимается да надо пробовать не надо бояться потому что все может получиться и потом наш как бы природа позволяет в этом стиле ловить да конечно многие места многие наши водоемные водоемы также речки позволяет именно таким же способ таким именно способом ловить и причем удачно вот зато какие рыбы ловите в этом направлении вам на бомбарду на бомбарду да какие это видеры в основном амурский три губ три губка по нашему либо большой рот и большой они до такого размер доходит экземпляры не знаю я самый крупный который ловил он у меня 17 с половиной что ли сантиметров был это есть 200 есть где-то 170 наверное я экспериментировал основном с цветом шуку я конечно не такой профессионал я учусь еще замучка такой но пришел к выводу то что более естественные цвета именно учитывая то что у нас на черчаке в основном водянка и ручейник по большей части рабочие цвета у нас на черчаке это получается черный зеленый именно такой темно-зеленый такой цвет хаки и желтый да потому что желтый там оса на воду падает три губка и и сбивает вот это темно-зеленый зеленый там тина вот этот ручейники а черный у нас черчак уже достаточно же черных и вот и рыба ее тоже это делает пытается закидываешь закидываешь не устаешь нет для этого легкой удочки используется чем легче удочка тем лучше то же самое как с ультралайтом работает потому что на ультралайте вы можете целый день закидывать ловить легкими приманками раз тяжел удочка вы долго не протянете то рука устанет удано напряжены постоянно надо я да это направление уже как бы пошел на в крепкую движу до очень развить именно вот начиная с прошлого года лето я понял то что эта система более-менее удобная допустим когда вы на мушке ловите вы не теряете время на поиск наживки плюс еще мушки нужно постоянно там выбирать цвет какой более-менее рабочий как бы более-менее на данный момент рыбе нравится что на зад направлении у тебя поплощенный мне попало у тебя в дели сябрис к пиццу ели скачки да а фидеры тоже пользуюсь фидером тоже пользуюсь и разным удилищем пользуюсь я и fly fishing и не спиннинг со всеми меня есть все удилищи почти на каждую рубах если допустим заходите на активную рыбалку я беру спиннинг живую или fly fishing беру тоже очень интересно сам вяжу это все дело очень интересно по разведке пришел одну только телескопическую ну как бы отдохнуть можно и кроме того рыба какая рыба ну карась рыба есть но еще какая рыба еще мальки какие-то другие да вот это что это что это что это я думаю это или андатр или какая-то на рыбы похож я обрадовался уже рыбы проснулся большая но самое главное вот сейчас у нас идет рыбалка алибейка вот мир нашел вот карась где много находится вот интересно вот я ловлю где трава прозрачной воде если допустим в траву кидаю прикормку и ближе к траве кидая прикормку оттуда она рыба выходит и я потихонечку поплавочном удилище делаю проводку вот в этом времени идет поклевка или если нету поклевки если сложно идет рыбалка я начинаю искать окошки вот на эти окошки уже начинаю кидать прикормку и там тоже начинается небольшая уже нормальная эта поклевка вот карась два вида есть у нас какие виды серебряные и золотистые да золотистые учета у нас мало но основном серебристый и нет нет тоже попадается тоже но немало есть в болотист болотистый карась и есть у нас еще горбатые обычные караси какой много горбатый горбатого сейчас пойдет она очень много сейчас горбатого будет потому что весна она в первую очередь пойдет на боится рассыпается и и кроме тут да да а и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 выбирает тот каждый выбирать свой стиль который ему больше по душе больше удобнее нравится и получать да если горит каких видов рыб я знаю то достаточно много видов рыб я знаю знаю подход большинство к ним но именно я как говорил до этого маринка три губка карась ну и частично сазан также змеевашка вот это основной вид рыбы который я ловлю допустим я не ловил амура и не знаю какой к ним подход могу рассказать про змеевашка умеешь рассказы пока еще не сезон конечно но если горит имена змеевашки то это хищная рыба довольно сильный противник соперник она большую часть находится в теплых водах особенно у поверхности воды побольше от берега до под берегом либо у поверхности именно она же питается мальками и лягушками да да самый большой какой лай поймал ты еще поймал что ли нет это зацепил на самую большую который я ловил полтора килограмма и башки до 2 до полтора килограмма а так стандарт килограмм кило двести змеевашка чем хороша она довольно сильная рыба и если горит о вкусовых качествах она вкусная рыба во первых отсутствие мелких костей так таковых а также и способе ловли кто-то использует силиконовые лягушки кто-то любит живую снасть использовать я и то и другое используется допустим начале сезона на поверхностной приманки змеевашка хорошо клюет подход к ней такой то что ты любишь искусственно ловить или как бы да на искусственной приманки именно искусственно силиконовая лягушка она по поверхности ходит и когда вы несете через траву через камыши да она не цепляется вот в чем плюс именно силиконовой лягушки желательно когда ловите змеи бошку слишком близко берега не подходить более-менее понимать где стоит рыба и довольно сложно увидеть с первого раза ее замечаете только после того как она начнет двигать 1 искусственно при ловить это . мастерство и и направление спорта до спортивной там просто по ним надо привыкнуть то что у тебя силиконовая лягушка надо ее анимировать ее надо постоянно дергать как-то провоцирует рыбу на атаку также на змеи бошку желательно использовать более мощное удилище мажор крафт там тест с очень с большим тестом люди обычно используют некоторые используют дешевые этот крокодилы я больше предпочитаю использовать карповики потому что они удобны транспортировки потому что три секции и у них комель нижний длинный то есть именно вот эта часть у них нижняя длинная именно при сильной подсечке силовой подсечки то да удобнее становится намного плюс еще и сама удочка намного жестче вы терпили до силовые именно удилища не знаю какие там люди используют а сама не пробовал на сама пробовал ловить и ловила его успешно причем но он слишком долго его надо ждать именно вот это то что слишком долго надо ждать те которые долго ждешь тебе не нравится я так понял тебя активно рыбалка на когда постоянно двигаешься ищешь допустим здесь здесь забросу сделал перешел на другую более-менее лучше место там 10 запрос и вот так вот и двигаешься постоянно ты не стоишь на месте вообще мне зубар нравится все направления не знаю самое главное клевала и активная рыбалка и поплывочная и карпова и фидерная не знаю это же нужно мастерство их надо заманить и каким-то способом от вытаскивать конечно вот здесь во время отсекать нашим без этого никак получили получится самое главное если удачу попадется какая-то рыбалка и рыба рыбалка для рыбака это удовольствие до хорошая самое главное не нужно бояться что-то экспериментировать потому что любой эксперимент может дать хороший результат потому что бывали такие случаи то что буквально ты думаешь тоже сразу как раз помнил именно когда был ажиотаж на форель цены на форель и упасы у нас выросли потому что все начали скупать некоторые начали экспериментировать то черви то это и просто кому-то пришло в голову использовать мягкие конфеты крафферс на поживить эксперимент же это был современ да как разговариваем общаемся надо прикормить на сколько раз надо кидать сейчас вот начнем с прикормки немножко уже начали но еще нужно немножко прикормить рыба уже небольшая там собралась чтобы она не ушла нужны немножко если при комедии еще наверное большие резинки за плевать да мы ожидаем этих больших экземпляров точно попали как мир газ ориентировка хороший сам глава даже не ошибиться надо правильно кидать место . до в одной точке кидать это весь такой эффект будет 34 закормка я думаю это нормально нормально на 20 на 30 минут надо на 20 30 ну там наверно течение небольшая да она будет там стоит нужно и много нормальный час продержится вот как закинули прикормку теперь можно перезабросить удочку даже кто же поменять на свежую у нас была перловка на нее что-то она и действует червяка или фариска калифорнийского теле у нас их здесь много выбираем из них мелкого самого мелкого чего выбираем почему и потому что сейчас холодная вода я думаю ей нужно более подобное или размера мотыля и да не и не расшугался и я думаю что она зимой у него рот открывается меньше чем летом ей нужно подавать мелкие и прожорливая мелкие черви ну летом она летом можно уже по два по три насаживать у меня здесь сейчас скользящий потому что там если не скользящий можно зацепиться за ветки арибек какое время хорошо ловится карась утром вечером в обеде ну карась ловится утром хорошо и после трех четырех на во время в обеда можно перекусить отдохнуть самому в обед тоже они да они немножко отдыхают как можно сказать это время не знаю когда солнышко поднимается высоко уже стоит как полдень уже в полдень уже перестает клевать не знаю почему это надо ночью а ночью будет кулевать до утра у меня да она клюет хорошо говорят что от 7 до 10 клев хорошо идет а после 10 как ты у него тоже как этот перерыв начинается а потом ночью да такой тоже есть но у меня бывало потому что это зависит я думаю от прикормка если вы хорошо закормили и это место частями кидаете корм это рыба там постоянно есть самое главное рыба да да это и у меня бывало если я ночью сел на ночевку до утра на рыбалку и мне было нормальный клев и не переставал ну между полчаса 20 минут у так и бывало пауза но и и дальше опять клюв спасибо вам тоже за хорошую беседу мы сегодня узнали у алибека много информации и мастер-класс показал вот рыбалка такая дорогие телезрители и притом не выбирается рыба к дорогу едет туда куда рыба клюет да да если хочешь хорошие места для рыбалки найти езжай туда куда нормальный человек никогда не поедет вот такие препятствия надо вытерпеть а конечно если не будет таких трудностей то удовольствие от рыбалки не будет живеть когда ты едешь за 150 километров до точки там еще и ходишь километров 10 пешком с этим совсем обманут совсем своим снаряжением и доходишь до того места где мало людей никого нету ты получаешь совсем другие виды удовольствия чем ты приехал слез машины достал удочку и все здесь вот рыболовное место это совсем по-другому же ведь надо искать эти места где тишина вообще рыба любит тишину да и тишина и там идет ходят большие экземпляры вид рыб до змей гола чем меньше знают людей об этом месте именно где вы ловите тем больше у вас шансов поймать крупную рыбу и насладиться отдыхом вот поэтому большинство рыболов говорят секретный joy а я не выскажу да 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 ну тебе спасибо за за хорошие вас бесседа я думаю что мы еще встретимся и покажешь свое мастерство и обязательно направление потому что есть начинающие которые рыбаки хотят научиться в этом направлении может месяца совместно порыбачим конечно но сезон начинается это лишь только начало начало да ни хвоста ни чешуи берегите природу нашим рыбакам хорошего кулева до новых встреч и